Всем привет! Сегодня у нас будет видео о Турции. Я хочу с вами поговорить. Очень часто мне задается такой вопрос. Вот это вот, типа, вот такое-то, такое-то, рассказывают девочки у меня в семье, там, в отношениях с турком, с парнем происходит. А как бы вы отреагировали? А как бы вы поступили в такой ситуации? Это вообще каждый второй вопрос. Как ты бы поступила? Именно мнение какого-то со стороны девочки просят. Я сегодня хочу рассказать три пункта звоночков таких для вас. Такие моменты в отношении с турецкими родственниками, родственниками, с свекрами или там с родственниками, кузенами, кузинами, родственниками вашего избранника, когда вы еще, например, не замужем, и вы стоите перед выбором. Таких три пункта, которые бы лично я, раз вы спрашиваете моего мнения, никогда бы не потерпела. Если бы я с этим столкнулась, я бы, скорее всего, изменила свое решение и отказалась бы от этих отношений. Я бы их разторгла. Это, конечно, все исходит из моего воспитания, личности, взглядов на жизнь и всего прочего. Но для парня все хорошо, все замечательно, но, может быть, все к свадьбе идет, все, короче, классно развивается. И родственники вас до его, вашего мужа будущего так любят. Да ты наша невестушка, да ты наша любимая, да как нам Бог послал с неба такую красавицу, умницу, опрятницу. Какие молодцы твои родители, спасибо. Им большое за тебя, доченька, ты наша прям дочь все уже. Но было бы классно, и мы бы были не против, если бы ты сменила религию свою. Когда такие бы разговоры, если вот, в частности, меня начались, я бы просто так вот, так, стоп, что лично для меня я не религиозный человек. Я бы даже бы сказала, я атеистка вообще. Я не верю в Бога там, который за нас что-то решает. Я за то, что люди сами решают свои жизни. Я вообще категорически против. У нас там есть закон оскорбления чувств верующих. Где же оскорбление чувств атеистов, например, для меня? Короче, каждый вправе решать, что то верит. Но если хочется человеку верить, да пожалуйста, для этого не обязательно в церковь идти. Бог внутри нас живет. Вот так я считаю. И когда говорят о том, что принципиальным моментом для заключения вашего брака будет это смена религии. Кто не знает, в Турции менять религию для заключения брака юридически, там на государственном уровне или еще как-то не нужно. Даже в религиозном, там если религиозная семья, вы убираете человека, вы об этом же до свадьбы как бы видите и думаете. То это, как правило, перед фактом таким не ставят. То есть это уже сразу понятно будет, да? Но если вот родители его уперлись, я бы честно может с какого-то вида принципа определенного, я бы тоже не стала менять. Почему? Лично я. Потому что во-первых, не важно какой религии человек. Мы все люди. Важны качество человека. Его внутренний мир. Какой он добрый, недобрый. Может он, вы знаете, быть религиозным, но воровать, убивать, грабить там, я не знаю, материться и все-все-все прочее. Какие-то определенные заповеди, короче, нарушать, да? Религия это такое. Очень часто у многих людей момент прикрытия своих грехов. И религиозные люди еще хуже себя ведут, чем остальные. Я к тому, что неважно какая религия, важно же какой внутри человек, хороший он или плохой, гнилой он, или он, знаете, разламывает, а он цельное, белое, красивое, сладкое яблочко. Религия же на это не влияет. И смена заставления, вот это принудительное, смены религии, это в первую очередь отторжение человека и его неуважение. И если вам так принципиально, вот я бы подумала, моя религия, ну я вам просто не нужна. Я не такая вот лапочка-дочка, спасибо твоим родителям, только религия твоя нам не подходит. Ну извините, сэлья Вик, короче говоря, ищите себе ту, которая вам подходит. Но менять что-то ради этих людей я бы не стала. Это вот первый звоночек. Второе, это когда такое тоже встречается, девочки, кстати, на это внимание не обращают, а это понимают только уже потом, когда вышли замуж, начали вместе жить, не дай бог, еще жить вместе с векрами или детарианом. Они это все, короче, понимают со временем. Но я бы советовала на это обратить внимание с самого начала, когда в семье вашего избранника, жениха там на данный момент, не уважают вашу национальность, ваш язык, вот эти вот моменты ваши, как принадлежности к вашему обществу, в вашей стране. То есть, о чем я говорю? Вам могут говорить не впрямую, ой, ты там, не знаю, русская, украинка, белорусская, ты там американка. У нас в семье просто англичанка есть, например, у нас есть грек в семье, то есть у нас много национальная семья, наших родственников, у кузенов там мужа моего, жены и мужья такие. У нас вообще вот этого нет религии и национальности в стране. Но когда касается момента национального такого, для меня это вообще просто как? Вам могут это впрямую не говорить, ты плохой, потому что ты из этой страны. Но когда идут, например, новости, какие-то острые политические темы обсуждаются, когда конфликт, например, двух стран идет, с вашей стороны, с стороны вашего избрания, как к примеру, когда плохо отзываются о вашем президенте в присутствии вас, когда плохо, ой, или там запрещают, если вообще мне это поражает, как это вообще девочки терпят и зачем, детям не разрешают говорить на вашем языке у вас в семье. А ничего, что вы, блин, из этой страны, из другой приехали, говорите, вы носитель языка, это такой же правомерный язык, как и отца вашего ребенка. Ребенок вправе знать ваш язык, и папа, почему вас не уважают в этой семье, если вам запрещают говорить со своим ребенком на своем языке, а черт побери. Когда поливают грязью открыто вашу страну, вашу национальность, ваш язык, я вот про эту историю вашей страны. И может быть не впрямую, к вам это будет относиться, а так вскользь, а так про политику, а так про культуру, а так, например, допустим, про поэтов, про писателей, еще что-то. Не вы, типа, плохая, а вот они. Но вы часть этой своей культуры, откуда вы приехали. И по сути, учитывая, что турецкое воспитание и все прочее, это напрямую камень в ваш огород. Просто он очень красиво сделан, так, чтобы эти вам может кляться и говорить, что это не к тебе, дорогая, относится. Это просто вот так вот сложились. Собственность, ты же у нас хороший. Вот когда говорят, есть еще, кстати, девочки выходят за таких мужиков замуж, вот это я вообще не понимаю, которые потом, ну, прям, не только его родственники, а он может обсирать и говорит, в вашей стране там все такие-то сякие, бабы плохие, не буду называть, да, каких-то слов. А вот у меня таким мужчинам вопрос. А твоя жена оттуда, ты чем смотрел, когда я его выбирала? Если там, простите, все проститутки, она чем лучше выделяется-то? Она же такая же, как и они. Вот это как? Это вам, девочки, звоночки. Если бы я такое слышала в отношении себя, я бы никогда, никогда бы не стала заключать брак и входить в такую семью, когда они будут уважать моих корней, моего языка, моей национальности. Просто можно держать нейтралитет. Ну, просто не говорить вообще в унисон с рядом со мной что-то негативное. У вас есть негативное какое-то отношение? Держите просто при себе, при мне это озвучивать нельзя. Это неуважение ко мне, как к вашему члену семьи. Правильно? И как девочки с этим живут, кто соглашается? Я, честно, не знаю, что у вас внутри, вам наплевать на свою родину или что, как вам на это можно закрывать глаза? Мне бы просто было неприятно. Потому что это в любом случае не любовь к вам, отторжение, не принятие вас, потому что это часть вас есть. И знаете, что самое страшное? Потом, когда родятся у вас дети, что это будет неприятие ваших детей. Или когда говорят, ой, наш ребенок там турецкий, а то, что мама у него иностранка, это как бы вообще не при делах. Она так, чисто, суррогатная мать выносила, и все. Вот тебе турецкий язык, турецкое то, все-се-се-се-се. По-русски не смеешь или там по-украински или еще по-белорусски как-то разговаривать. Вообще культуры, ни праздников, ничего у вас в семье этого не будет. Абсолютно неправильно, неравенство. Я бы это тоже бежала с таких отношений, я бы такое не допустила. Пункт, который бы тоже для меня был звоночком, когда вот в такой стадии уже как бы невестка, но еще у вас свадьбы не было, либо у вас недавно была свадьба, и вы начали там вместе как-то жить, да, когда вы, типа, в семье вас любят, родственники мужа принимают, или вашего там не мужа, не жениха, парня. Мы тебя любим, ты такая прям наша дочка, девочка к изым, такая вся молодец, такая классная, но вас не приглашают на семейные какие-то праздники, когда большая сходка родственников, то есть в вашей семье в узком кругу, например, родители вашего избранника, там, ближайшие брат-сестра, двоюродные какие-то, с кем он больше всего общается, воспринимает вас, любит вас, десны с вами долбятся, так скажу. А на большие праздники, когда вся огромная родня, когда все официально, что самое важное событие, вас не приглашают, так складываются обстоятельства, ой, там, блин, пригласительных на вас, ой, вас не записали, ну, тогда мы не пойдем, да, и вы это сглатываете и хаваете, сглатываете такие ситуации, ой, туда-то собрались, не позволял, ты на дину женщин, вас не позвали, и все-все-все прочее. То есть, вам, когда в этот момент вас не приглашают на большие семейные мероприятия, это самое главное представление вас как члена семьи, для всей обширной аудитории. Когда о вас знает маленький круг людей в семье, самых ближайших, это не показатель вообще ничего. Здесь же в Турции многих АИБ, ими руководит, позор. И если вас действительно приняли ваши родственники, или будущие родственники, вы в статусе невестки уже в доме, но еще не замужем, невестку тоже можно с собой говорить. Просто когда с ней идут и говорят, это моя невестка, у нас тогда-то будут свадьбы, или мы в следующем году поженимся. То есть, может не быть конкретной даты, просто мы, да, планируем, то есть, о вас заявляют серьезно. Это говорит о том, что у вас обратно отката, вас не кинут уже, скорее всего, да. То есть, это очень серьезно, ответственно к этому подошли. А если вас не берут на такие мероприятия, и говорят о том, что к вам в семье неответственно относятся с таким отношением, что, ну, может быть, все изменится, а может быть, мы найдем все-таки невесточку получше, то есть, запасной аэродромчик остается, вы тут не в полной позиции, короче, а вы уже все растаяли, мы же тут все... Главное, знаете, девчонки так думают, как у нас, например, да, главная же семья, папа, мама, братья самые близкие, двоюродные, тети, там, чтобы меня все знали, меня же любили, а те родственники дальние, они с ними не общаются, раз в пять лет видятся, это все не важно. Ну, логично, как бы, да, но если огромное событие, типа свадьбы какой-то, сюнет, там, я не знаю, или даже похороны, когда собираются самые дальние-дальние родственники, вот там присутствовать в Турции очень важно, это официально, понимаете, почему? Да потому что вы вот как раз в пять лет и будете их видеть. Если вы раз там в пять лет показываете, говорит о том, что у вашего мужа, там, или жениха, все, серьезные отношения, всем заявляет, он ответственно к этому отнесся, разводы тоже бывают, или, например, прерыванием помолвки какой-то, если вас представили вот так вот публично, но в случае таком, ему родители, если у вас будет конфликт, или они будут наставить, чтобы вы, ну, подталкивать его к перемирению с вами, вашего жениха, и напоминать о том, что, ну, сынок, мы же ее представили, как бы, а и почему там всем скажем-то, через скоро со всеми встретимся, со всей этой огромной семьей, понимаете? Либо он уже туда сам не пойдет, либо, если вас нет, сам будет уже избегать таких мероприятий, чтобы не оправдываться, не говорить, где же, собственно, его невестка, то есть каждому придется сотому, там, под 100-200 человек собирать в таких мероприятиях, рассказывать, как вы там, типа, расстались, и почему, собственно, что произошло, потому что все спросят, всем будет интересно, потому что вы же иностранка, и вы привлечете просто общественное внимание их семьи. Так что три звоночка. Первое — это смена религии, второе обязательно — это неуважение к вашему языку, стране, к вашей культуре, и самое последнее, третье — это когда вас не представляют самому огромному, большому числу ваших родственников турецких. Это бывает, кстати, последний пункт, и уже когда вы замужем, типа, потихонечку сыграли свадьбу, и так потихонечку вы живете, как мышки-нарушки, и никто из родственников о вас не в курсе. А потом хобана выясняется, что там его хотели вашего мужа поженить на какой-нибудь там сводной кузине чьей-то там дочке, поэтому, собственно, вас там и не показывали. Короче, причины бывают разные. Что вы думаете по этому поводу? Пишите ваши комментарии под видео, будет интересно почитать. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Всем пока.